На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Гандбольные поединки чемпионата Беларуси продолжаются. Завтра представители нашей области отправятся в столицу, где и состоится матч. В этот раз соперником гомельчан станет БГУ ФКСКА. Встреча пройдет на паркете Минского дома гандбола. Стартовый свисток прозвучит в 15 часов. Болельщики смогут увидеть поединок и дома. Портал «Спорт ТВ Бай» будет вести прямую трансляцию. Напомню, бороться за победу Гомель будет без Андрея Климовца и Сергея Журова. Они сейчас травмированы. Завтрашняя игра у нас, да, это наша соперника, будем говорить, принципиальная. Играем с БГУ ФКСКА, готовимся. Я думаю, что она будет противоположна уже игре, которая была позавчера. Сегодня стартуют поединки шестого тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги. Откроют его Смолевичи и Минская Динамо, а также Неман и Энергетик БГУ. Единственный представитель нашего региона – Мозорская Славия. Красночерные начнут второй игровой день вместе с футбольным клубом «Минск». Матч пройдет на стадионе «Юность» в 15.00. Рассудят поединок главный судья Дмитрий Дмитриев и его помощники. Павел Мазура, Владимир Русак и Виталий Полторжицкий. После шести туров «Минчане» на 11-й позиции в турнирной таблице «Славия» на 7-й. Центральный матч второго тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд первой лиги «Гомель-Локомотив». Поединок пройдет на домашней площадке «Гомеля» в стадионе «Центральный». Матч станет завершающим во втором туре. Он состоится 26 апреля. Начало в 17.00. Обслуживать матч будет судейская бригада в составе. Алексей Кульбаков, Дмитрий Жук, Алексей Кветко. В чемпионате первой лиги команды встречались дважды, но победителя так и не выявили. В обоих матчах не было и забитых мячей. Светлогорский «Химик» в этом туре будет принимать на своей площадке столичных «Крумкачей». Начало матча в 16.00. Команды рассудят Виктор Шимусик, Алексей Ватишонок и их Александр Бантеев. Ричерский «Спутник» отправится в гости к футбольному клубу «Ашмяны». Поединок пройдет на стадионе местного физкультурно-оздоровительного комплекса. Стартует матч в 17.00. Работать на матче будут главный судья Павел Коронец и его помощники Евгений Пронович и Андрей Филиппович. Стандартная подготовка к очередной игре. Знаем, что очень такая игровая команда, которая проповедует комбинационный футбол. Есть определенные лидеры. Кое-что мы подметили. Понятно, сейчас говорить про это не будем. Знают то, что легкий матч этот не будет. Да и в целом вся эта первая лига просто так ее с наскока или так бравым маршем не пройдешь. Секции по плаванию Гомельского дворца водных видов спорта продолжают свою работу. Ранее у них проходила подготовка к чемпионату Беларуси, который был запланирован на 21 апреля. Но он был перенесен. Спортсмены не унывают. Они продолжают свою работу. Впереди Кубок страны. В календаре значатся сроки с 30 июня по 2 июля. Информации о его переносе нет. Тренировки продолжаются в штатном режиме. Никто ничего, никаких переносов не делал. Мы немножко разгрузили детей, так как у нас должен был проходить чемпионат Беларуси. И сейчас продолжаем подготовку, полноценную Кубку Беларуси. Будем надеяться, что он будет все-таки проведен. В систему подготовки спортсменов добавился бег. На сегодня меньше детей приходят в группы начальной подготовки. Среди спортсменов старшего возраста работа продолжается в штатном режиме. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь4. Редактор субтитров А.Семкин